Так, 23 апреля 2024 год, продолжаем внушать оптимизм гражданскому населению Украины в меру сил и способностей. Ребят, я понимаю, конечно, что вам тяжелее, чем военным, действительно, морально, потому что мы хотя бы видим результаты своего труда там, да, в виде битых оккупантов, а вам достаются только бомбежки и сводки, да. Понятно, тяжело, когда ты впахиваешь там третий год подряд и ничего, блин, там, не видя результата своего труда. Ребят, специально вот для таких случаев афоризм написал. То есть оптимизм – это когда ты уже не представляешь, куда уж хуже. Пользуйтесь. Да, оптимизм может быть даже таким, но на самом деле думайте о том, что, ну, просто рассматривайте динамику. Я понимаю, что вы не можете рассматривать динамику, там, допустим, моего жизненного опыта, там, с 2014 года. Я бы уже 20 раз это повторял, но придется, потому что в 2014 году мое подразделение там сидело в посадках под Луганском. А ДРГшники, диверсионно-разведительные группы, заходили ночью с тепловизорами, с ночниками и выстреливали нас. А мы сидели, как слепые котята, у нас был на все подразделение «Один ночник», который Оля Светлая и память купила, подруга семьи нашей. И не было ни пулеметов, ни БТРов, ничего не было. Кошечка пришла. Не сейчас. Да, так вот. То есть у нас первые погибшие появились, а у нас не было даже, я же говорю, пистолетового офицера, у нас автоматы. Все. Вот это была такая, ну, не во всей, конечно, украинской армии, но я, это лично, лично мое подразделение, я в 92-й бригаде служил на тот момент. Сейчас, вы понимаете, что у нас Атакамцы, у нас Брэдли, у нас Марбер, у нас там, я не знаю, GLSB, у нас Хаммеры французские. Все это поступает, все это дают. Сейчас я же говорю, ну, я перечисляю это практически каждый день. Вам тяжело, что вы этого не видите, но я вижу и эти леопарды немецкие, понимаете? То есть это все работает, понимаете, динамика какая? Россия уже идет на спад, они уже там с каких-то складов забирают какую-то технику, я же говорю, я не устаю напоминать, что они атакуют нас, они атакуют нас на мотоциклах, на Уралах, на машинах, ну, серьезно, понимаете? Ну, то есть, а нам приходит все более новое, новое вооружение, то есть Брэдли там модернизируют, там приходят эти самые самолеты, вот сейчас нам придут, нам же придут эти F-16, не 70-е годов, а те, которые модернизированы уже под новое современное вооружение, 60 штук сейчас в 16-х нам придет. Начнем мы разбираться, вот телевышку в Харькове расхренячили у меня, да, я харьковчанин сам. Все это будет постепенно сходить на нет, понимаете, эти все российские, российское все, они уже на своем пике, они идут вниз. Мы наоборот, как Украина, как мировое сообщество, потому что, конечно, от Украины здесь в основном только личный состав и там какие-то, ну, совершенно несущественные на данный момент способности по вооружению. Хотя тоже, я же говорю, сейчас вот уже у Украины нет финансов для того, чтобы свое же военное производство развивать, но нам платят датчане. Платят датчане, то есть наше производство, то что ж ты делаешь? Платят датчане нашему производству, и потом это же оружие, которое мы же у себя производим, нам и оставляют. Не переживайте, Путин-то делает свое дело, вот, доконает эту Российскую Федерацию. Как Ленина там немцы подкупили, блин, он развалил Российскую империю, так немцы тоже самое большое подкупили, видимо, Путина там, когда он был у них там резидентом в советском ВДР. И сейчас он разваливает вполне эффективно Российскую Федерацию. Все будет путем, все будет Украина, ребята, не переживайте, серьезно.